23 декабря Волжск с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя правительства республики Мариэл. В рамках поездки Михаил Васютин вместе с министром молодежной политики, спорта и туризма Лидией Бутюковой осмотрели Волжский дворец спорта после проведенного в нем капитального ремонта. В 2022 году во дворце спорта Волжска был проведен капитальный ремонт. Все работы были осуществлены в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Вместе с администрацией города и вместе с министерством порта Российской Федерации не только восстановили стены, но и оснастили современным спортивным сооружениями и очень важно создали тот климат тепловой, температурный, очень важный для спортивных сооружений, потому что это тоже было одним из проблемных мест современного, то есть дворца спорта. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, новый обновленный дворец спорта города Волжска соответствует всем требованиям и в ближайшее время мы его внесем в реестр спортивных сооружений Российской Федерации. Официальное открытие Волжского дворца спорта было приурочено к ежегодным соревнованиям по греко-римской борьбе в памяти мастера спорта СССР и заслуженного тренера Мариэл Бориса Чубынина. Турнир мы в 11 раз проводим уже в памяти Бориса Чубынина. Приехало 130 человек участников. Школа греко-римской борьбы в Волжске уже несколько десятилетий является одной из самых популярных спортивных секций среди детей и юношей. Волжские спортсмены неоднократно становились призерами федеральных и международных соревнований. Далее первый заместитель председателя правительства отправился на территорию Волжской лыжной базы. В 2023 году там запланировано установить хоккейную коробку, что позволит этому спортивному объекту привлечь еще больше любителей здорового и активного образа жизни. Мы затронули общие вопросы по развитию спорта в городе Волжске. Хочу сказать, что благодаря нацпроекту «Спорт. Норма жизни» мы приобрели хоккейную коробку в город Волжск. И сегодня мы говорили о том, что необходимо и на лыжероллерной трассе создать некий спортивный кластер по зимним видам спорта. И считаем целесообразным размещение хоккейной коробки вот на этой территории. В перспективе на 2023 год на территории лыжной базы Волжска появится полноразмерная хоккейная коробка. Для этого силами акционерного общества МЦБК будет произведена укладка асфальтного полотна. И уже к следующему зимнему периоду будет залит каток под открытым небом. В настоящий момент была подготовлена площадка для того, чтобы можно было асфальтировать. Основание асфальтирование будет производиться на будущий год. Поэтому к новому сезону уже 2023-2024 год здесь будет вполне профессиональная, хочу сказать, полноразмерная хоккейная коробка. В этой хоккейной коробке будут представлены еще зоны для запасных игроков, для штрафников, судейства. Она будет защищена сеткой для того, чтобы шайба не вылетала и в целях безопасности зрителей. По словам министра, обустройство хоккейной коробки на территории лыжной базы позволит создать в Волжске дополнительную перспективу развития кластера зимних видов спорта. Конечно, цель министерства спорта и туризма – это развитие спорта высших достижений. За счет республиканского бюджета будет выделена ставка для тренера, который будет набирать детей уже именно в спортивную школу республиканскую. Школа, отмечу, она сейчас носит статус «Олимпийская школа» по ледовым видам спорта. Дети будут зачислены в эту школу в соответствии с выполнением нормативов. Будет отбор, конечно. Ну и хочу сказать, что полностью выезды на спортивные соревнования этих спортсменов будут идти за счет республиканского бюджета. Это тоже, так скажем, неплохое подспорье для города Волжска, потому что будут привлечены уже республиканские средства. Редактор субтитров А.Семкин